Приветствую вас. Ваша история, на мой взгляд, это история о переносе ответственности за свои желания, на других людей, в частности, на мужчин. Это история о том, как вы боретесь сами с собой, это история о том, как вы боретесь со своими внутренними противоречиями, которые у вас есть. Используя в качестве аргумента человека, ну, в данном случае мужчин, не одного мужчин, а мужчин. Вот, и, в общем-то, отсюда у вас и не получается ничего. В некоторой степени именно по этой причине, потому что свои проблемы вы не решаете, а другие люди не желают помогать вам в решении ваших сложностей. Значит, во-первых, во-первых, вы пишите, не доверяю новому молодому человеку. Почему не доверяете новому молодому человеку? Потому что для вас доверие – это что-то, что нужно брать у другого. Для вас доверие – это то, что должен дать другой человек. На самом деле – нет. Доверие – это то, что человек сам в себе имеет. Доверие – это уверенность с человеком в самом себе, в своих ресурсах, в своих поступках, в своих решениях, в своих возможностях, в своем выборе и так далее. Вот это – это доверие. Понимаете? Какая штука? Это доверие. Вы же свое доверие пытаетесь выстроить именно за счет, значит, ну, именно за счет людей вас окружающих, к примеру. И, на мой взгляд, на мой взгляд, это первая ваша такая проблема. чтобы чувствовать себя в комфорте, чтобы чувствовать себя в гармонии, нужно вам, чтобы был кто-то, кто-то еще. сами по себе в гармонии чувствовать вы не можете. Дальше. Вся энергия уходит на эти мысли. На мысли о том, соответственно, что вы не доверяете человеку. Ну, я так полагаю, что речь об этом идет. В данном случае вы описываете, на мой взгляд, не что иное, как механизм навязчивости. То есть, вы описываете механизм навязчивых отношений. И я полагаю, что навязчивые мысли связаны с инверсией желаний. То есть, навязчивые мысли связаны с тем, что вы, ну, как бы, свои желания, да, подавляете. И они проявляются в виде, вот, навязчивых мыслей. Например, вы хотите теперь уже точно подсознательно вы хотите, чтобы человек действительно оказался кем-то, кому нельзя доверять. Потому что в таком случае вы можете с ним расстаться, и подтвердить самой себе свои мысли о том, что мужчине доверие недостойны. И таким образом обрести безопасность. Таким образом обрести определенность. Вот. Понимаете? какая штука. Отсюда такое желание. Отсюда такое желание, собственно, чтобы что-то случилось. Отсюда навязчивые мысли. Поднакомились две недели назад с молодым человеком. Мне 27 работаю, хорошо зарабатываю, полностью сама себя обеспечиваю. Ему 30. Общаемся или уже встречаемся две недели. Так общаетесь или встречаетесь? В любом случае, две недели срок очень маленький. Ага, ну это в любом, в любом случае, как бы, срок очень маленький. Так что... Две недели ни о чем, ни о чем не говорят. А, можно сказать, он тот, о котором мечтают. Галантные, заботливые, внимательные, работающие. Ребят, цветы дарит. Постоянно по ресторанам ходим. Но все-таки его закрутилось так быстро для меня. Уже неделю, практически, говорит, не может быть меня, и говорит, что я та, для которой я хочу что-то сделать. Так. Ну, вы ускоряйтесь. Здесь. Значит, вы говорите, что он, можно сказать, тот, о котором мечтают. Вот кто мечтает? Вы? Или кто? Кто мечтает? А, о чем вы говорите? То есть, эээ, такое ощущение, что вы выбрали просто человека, да, который вот вам, ну, не знаю, подходил, идеально подходил, эээ, под тем вот критериям, который у вас есть. Вы говорите, что мечтают. Он, он тот, о котором мечтают. Хорошо. А общего-то у вас что? Помимо того, что он, эээ, все вот это делает. Что у вас общего? Что между вами общего? Есть ли между вами что-то общее? Знаете? Не потому ли у вас, эээ, как раз-таки, имеет место быть, эээ, недоверие, что интуитивно вы чувствуете, у меня с человеком слишком мало общего, у меня с человеком недостаточно общего, у меня с человеком, эээ, только такие вот, эээ, как бы сказать, гендерные отношения. Понимаете? Вот это выглядит, эээ, это выглядит, это выглядит так. То есть я не вижу, эээ, у вас, ээ, общего, эээ, что-то, друг с другом. К сожалению. Да, он хорошо себя с вами ведет. Да, он, эээ, очень галантен, внимательный и так далее. Да, он говорит о том, что вы такая, и вы понимаете, что это влюбленность. Объективно вы понимаете, что, эээ, это влюбленность, то, что вот он сейчас делает. И объективно вы понимаете, конечно, что влюбленность может пройтись. Да. Вы это понимаете. Так вот, чтобы она не прошла, и нужно что общее между вами, что укрепит отношения. А у вас этого нет, судя по тому, что вы пишете. Вот. И вы правы в том, что мужчина, он так же, как и вы, так же, как и вы. Мужчина видит в вас способ реализовать свои желания, которые у него есть. А вот такая вот резкая влюбленность, то, что он без вас не может. Но это свидетельствует о том, что человек через чересчур не сдается у женщины. Вот. Не факт, что у него нет к вам чувств, да. Но при отсутствии между вами чего-то общего, это может привести к конфликту. Дальше. Ну, здесь так. Он постарается сделать неочетливо. Постоянно пишет. Хочет видеть. Целовать. Второе качество надержимое. Это нормально. Он границ, но границы не переходят. А вот вы пишите, да, это нормально. То есть, нормально для кого? Наталья говорит, вы хотите, чтобы мы вам какую-то единую норму озвучили? Ее нет. Какой-либо единой нормы нет. Раз мужчина так себя ведет, значит, для него это нормально. Вопрос в том, нормально ли вам. Ситуация выглядит, на мой взгляд, следующим образом. Вы боитесь, что мужчина, который сейчас, ну, выглядит для вас, максимально привлекательно, да, благодаря своему такому отношению, да, значит, вас обманут. Потому что у вас имеется, имеют место большие желания, связанные с отношениями, возможно, с семьей, а возможно и с необходимостью доказывать себе, что вы достойная, что вы важная, что вы ничем не хуже других и прочее, 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 прочее. Сознайте, какая штука. То есть, вот мне кажется, что дело, оно, ну, дело в том числе в этом. Именно в том, как вы реагируете на это. Как вы реагируете на то, что мужчина может вам, грубо говоря, дать. И что он может вам дать. Вам тяжело допускать мысль о том, что это может быть опять разочарование, потому что слишком много ожиданий у вас под отношениями. И ни одно из этих ожиданий, судя по тому, что я вижу, вы не желаете ни за одно из этих желаний, вы не желаете на себя брать ответственность. То есть, как-либо снизить значимость отношений. Дальше. Я чувствую себя испуганной ланей, начинаю постоянно зацикливаться, что где-то есть подвох и что все обман, но слишком хорошо. Здесь про ожидания и про страх. Вопрос в том, страх чего. Мои друзья, ничего подозрительного в ее поведении, в его поведении не видят, лично не знакомы. Возможно, я просто не привыкла к такому хорошему отношению, мужчине. Я всю жизнь была гадким утёрком, любила я безответно. Тут нужно вот именно ваш собственный личностный опыт прорабатывать, потому что это травматично. Последние отношения начинались красиво, но потом конец, один год встречались, человек поджидывал, что он мне нужен больше, чем я ему. Это было разрушительно морально для меня, разрушительно и морально для меня отношений. В течение следующего года я поднимал на себя, человек многое-многое наговорил, от чего были комплексы. Комплексы у вас были до молодого человека. Поэтому с ним этого не нужно работать, нужно работать и принять на себя. А это личный личностный рост. Понимаю, что из-за этого страха, что сделаю неправильный выбор, я ошибаюсь человека. И снова я не могу не построить новых отношений. Для чего вам новые отношения? Для чего вам все отношения? Почему вас волнует именно отношения, а не сам человек? Это первое. Второе. Что и есть неправильный выбор и ошибка в человеке. Понимаете? Это вот к вопросу о доверии. Дальше. Сейчас, когда рядом хороший вроде мужчина, я не понимаю, развивать отношения или я права, таких хороших не бывает. Опять же, здесь, во-первых, ваши ожидания, во-вторых, отношения здесь выделяются в некую, такую отдельную, ну, серу, да, и выступают как что-то такое, самостоятельное. Самостоятельное и от человека, вообще, отделенное. Понимаете? То есть вы не можете сами контролировать по факту развития отношений. Если вы естественны, например, это невозможно, понимаете, невозможно контролировать разбитие отношений, потому что все происходит спонтанно. Как, как, вот, ну, как правило. Как правило, все происходит спонтанно. Понимаете? Вы не можете контролировать отношения, но вы говорите о том, что хотите это сделать. Вы говорите о том, что хотите контролировать отношения. Ну, вот у меня, собственно, к вам и вопрос в таком случае. Почему вы хотите их отношения проделать? Откуда у вас такое желание? Чем для вас отношения так важны? Да? Вот. Это очень, ээээээ, нужный момент для разбора, аэээ, прежде чем вам, испытать, ну, прежде чем вам с человека сближаться. сближаться. Вот. Потому что, по факту, по факту, вы увидели в этом мужчине того, кто может вам дать все, что вам необходимо, но он не может, и за этим, рано или поздно, идет разочарование, и тут вы правы. Что касается хороших отношений или плохих отношений, то это очень оценочное осуждение, здесь какого-то единой позиции нет, быть не может. Еще я почему-то подвознательно боюсь секса с молодым человеком. Я вроде хочу близости, но в то же время не могу представиться с ним. Такого никогда не было. Слишком, вот, слишком большая значимость, во-первых, самих отношений, и мужчины, соответственно, тоже. Это первое. И второе, это то, что вы его как мужчину-то не видите. Вы его видите только как возможного партнера для реализации того, что нужно вам. И вы себя с ним как женщина, по сути, не ведете. Вот. Отсюда и понижение либиды. Так. Никогда не смущали близкие отношения. Они естественные, но с ним нет возбуждения. Возможно, из-за страха и недоверия. Да. Он плановает, мне это не смущает. Никогда не любила полных парней. Ну, здесь у вас в какой-то степени очень стереотипичное мышление, потому что вроде бы вы и говорите дальше о том, что, типа, вот, я, значит, ну, понимаю, что, ну, что это не важно. Я понимаю, что у него есть, как бы, все, что нужно. Это не любовь. То есть, во-первых, то так, что он полный, вы проецируете на себя. То есть, вот, как вы не принимаете себя, как у вас комплексы некие, некие были и есть, так вы и полных людей, соответственно, так же не принимаете. Ну, потому что, вот, это напоминает вам о своих, возможно, каких-то комплексах. Вот. А это достаточно важная история. То есть, именно, именно поэтому у вас, вот, такая проблема имеет место быть. Именно поэтому. Так что, здесь, опять же, нужно разбираться с тем, что для вас означает его полнота и как вы к мужчине относитесь. Понимаете? Сделать вами движет не желание что-то делать для человека, а желание от него что-то получать. А это не любовь. Как правильно сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, это зависимые, к сожалению, отношения. Вот, примерно, такая. Примерно вот такой ответ вам можно дать. Ну, если вот мы говорим непосредственно про эту часть. Дальше. Так. Мужчина, как важно, другое, а то другое дело есть. Как мне разручить, что хорошее может получиться с этим человеком? Значит, определиться с тем, что хорошее вам нужно. То есть, что для вас хорошее. И взять ответственность за свои желания. И отказаться от каких-либо норм, ориентируясь только на себя. Комфортно вам, некомфортно и почему? Вот. Человек проявляет активность, причем проблемы ее принят. Другое дело, что у вас есть ожидания. И вот с ожиданиями, желаниями, восприятием себя и нужно работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok